Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Дарья Тендит. В 89 субъектах Российской Федерации проходил региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Движение «Обилимпикс» – один из ключевых проектов Минпросвещения России. В Индустриально-технологическом колледже Черкеска состоялось закрытие чемпионата «Обилимпикс». Участвовали участников и поздравляли призеров по 17 номинациям. Смотрите подробности. В региональном чемпионате приняли участие 99 конкурсантов, 23 школьника и 67 студентов. Каждый участник приложил немало усилий для того, чтобы войти в число конкурсантов. Они преодолели сомнения, обрели уверенность и доказали, что возможности человека безграничны. Чемпионат раскрывает таланты учеников и студентов, дает им возможность проявить свои знания и определиться с профессией в дальнейшем. «Мне понравилось, было очень интересно. Я участвовала, кончусь, потому что я детство люблю шить. Я придумываю разные модели. Моя мечта – открыть свое дело и шить. Красивую, модную одежду. Думаю, у меня все кончается». «Мы готовили доклады, проекты, проводили много времени со своими наставниками, получали вообще новые знакомства». «Понравилось?» «Да, очень». Награждение проходило на веселой ноте. Детские коллективы подготовили выступления в виде флэш-мобов и зажигательных танцев. В этом году конкурс проходил бодро. Карачаево-Черкесия принимает участие в чемпионате с 2017 года. И число компетенций и участников только растет. «В этом году у нас впервые в рамках нашего регионального чемпионата прошел фестиваль возможностей. Это фестиваль, в котором участвуют дети с множественными нарушениями, инвалиды первой группы, те, которые достаточно трудно найти работу. Для них проводится этот фестиваль, чтобы они тоже показали свои умения. Мы проводили этот фестиваль впервые». Завершившийся чемпионат стал ярким событием, показавшим таланты и способности учеников. Дарья Тендита, Либа Станов, Вести Карачаева-Черкесия. Филармония города Черкеска стала местом встречи людей разных профессий, но в большей части знатоков абазинской литературы, а именно почитателей творчества одного из выдающихся поэтов Карачаева-Черкесии, члена Союза писателей СССР, кавалера Ордена Республики Абхазия, честь и слава, Керим Мхце. 5 мая ему исполнилось бы 75 лет. К этой дате организовали Вечер памяти. Альбина Ламкова продолжит. «Всегда он находил время для нас. Выходные, какие-то обеденные перерывы. Он играл с нами, он всегда спрашивал наше мнение. Все лучшие качества, которые есть в людях, я находила всегда в нем. Это я сейчас понимаю, чем дальше, тем больше. И вот даже манера воспитания детей». Давайте жить, покуда живы, ценить друг друга и любить. Те, кто был знаком лично с поэтом, понимают, что именно эти слова характеризуют его как человека. По такому принципу он и жил. Осталось в наследство доброе имя и добрая память. Керим Мхце неповторим в абазинской поэзии. Этот факт неоспорим. Он, несомненно, покорил своим творчеством многие сердца. Но для родственников он еще и дорог, как родной человек. Он любил проводить время с детьми, ходил в походы, в гости. Поэтому воспоминания дочери об отце самые теплые и нежные. С ним всегда было интересно. На любом мероприятии отец был в центре внимания, говорит Олеся. «Эрудированный человек в любой области практически, начиная от каких-то вопросов бытовых, что-то починить своими руками. Очень красиво рисовал. Даже вот есть информация, что он долго думал быть художником ему или поэтом, потому что одинаково хорошо у него получалось и это. И всю его детскую биографию я тоже хорошо знала, потому что он любил об этом вспоминать. О том, что было у него в интернате, который он очень ценил и с теплотой вспоминал всех друзей, всех педагогов». И Керим Мхце был ценен для друзей. В родном Новокувинске провел только первые 12 лет своей жизни. Затем его определили в областную национальную школу-интернат Черкесска. Уже тогда использовал свободное время для творчества, вспоминает его одноклассник. «Писал стихи в классе. Он писал, когда в классе не было нас, порядочный, очень хороший мальчик. Я с этим мальчиком потом поближе познакомился. Мы даже оказались в одном оркестре. Он играл в оркестре на кларнете. Инструмент был сложный». Творчество Керима Мхце сравнивают с известными классиками русской литературы. Из-под его пера вышло множество стихов, и все с глубоким смыслом. «Культура всех народов нашей республики опирается прежде всего на ее носителей, на тех, кто создавал культурное наследие, тех, кто создавал то, что через поколение передавалось и будет передаваться нашим потомкам. И я уверен, что Керим Мхце – один из представителей талантливейшей плеяды поэтов, философов нашей республики. Для абазинского народа это, наверное, поэт номер один». Керим Мхце прожил недолгую жизнь, но с ярким наследием. Он ушел 23 года назад. За это время с-под пера поэта вышло бы еще больше творений, чтобы возвысить культуру абазинского народа, достойный войти в сокровищницу мировой литературы. Говорили со сцены поэты, писатели и ученые. Организовали «Вечер памяти поэта», объединение Лошара и Карачаево-Черкесский госуниверситет. В его рамках состоялась научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству Керима Мхце, финал республиканского конкурса чтецов и творческие выступления по произведениям поэта. Их объединили в пьесу, в полной мере раскрыв его как человека, где автор во главу угла как в литературе, так и в жизни ставил любовь. Альбина Ламков, Ринат Муков, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Закрепление знаний адвокатской деятельности в игровой форме. На базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» прошла образовательная викторина по предмету «Адвокатская деятельность», организованная действующим адвокатом, преподавателем юридического института СКГА Светланы Байрамуковой. Студенты 2-го и 3-го курса получили аттестацию по данной дисциплине, демонстрируя свои познания в адвокатуре. Алихан Лепшоков расскажет подробнее. Подобный формат аттестации позволяет оценить знания и понимание предмета студентами юридического института СКГА. В формате викторины ребята, отвечая на вопросы, разбирали различные ситуации за адвокатской деятельностью. Практикующий адвокат, преподаватель Светлана Байрамукова в игровой форме раскрывала положение адвокатской этики и какие законы регулируют их деятельность. По завершении курса студенты получают знания о том, что адвокат это не только тот человек, который надевает костюм и ходит в суды с папкой, а человек, который связан не только с своей работой, но и законом об адвокатуре адвокатской деятельности, а также закон о кодексе об адвокатской этике. Знание вот этих норм и правил законов позволит студентам понимать внутреннюю, скажем так, составляющую в принципе адвокатуры как корпорации. Оценивал активность студента преподавателей кафедры гражданское право и процесс СКГА. Безусловно, этот формат аттестации наглядно показывает, как освоили наши учащиеся учебный материал. И нам приятно было видеть, как ребята демонстрировали свои знания, отмечают члены жюри. Такой формат, он очень интересный, показывает все-таки профессионализм нашего преподавателя, а также показывает знания наших студентов, они могут здесь выразить свои знания. Такой формат принятия зачета, он и интересный, не как в повседневной нашей текучке и сессии обычно, как у нас проходит в обычном формате. Разбирая различные задачи, мы познали, какие методы и законы нам необходимо использовать, и мы благодарны нашему преподавателю за такую интересную викторину, признаются студенты юридического института. Мы приносим ей свою благодарность, поскольку такие мероприятия, они, во-первых, укрепляют, как бы поддерживают дружбу в нашем коллективе, они укрепляют наш коллектив, а во-вторых, они способствуют развитию, во-первых, таких навыков, как коммуникабельность студентов, а во-вторых, они помогают приобрести какие-либо новые знания для каждого из студентов, который побывал сегодня в нашей викторине. В итоге, большее количество баллов в викторине набрали студенты третьего курса юридического института СКГА. Али Халеб Шока, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Юная спортсменка из Карачаево-Черкесии Алана Барлакова завоевала Кубок мира по карате. Со спортсменкой из Малокарачаевского района встретилась Белла Джозаева. Здравствуй, Алана. Я благодарю тебя за то, что ты приехала сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу тебя поздравить с тем, что ты выиграла Кубок мира, который проходил в Москве по карате. Мне хочется узнать, сколько боев ты провела и как для тебя эти соревнования прошли. Здравствуйте, спасибо большое. Соревнования были очень сложные, уровень был очень большой. На бой. Финал у меня был с девочкой из Курска. Я ее не очень запомнила. Но смогла победить. А как ты думаешь, почему ты ее победила? Не знаю. В чем была твоя сильная сторона? Ну, просто я сконцентрировалась на бой очень и хотела победить. Как ты пришла в карате? Для девочки это, конечно, не совсем обычный вид спорта. Сколько лет ты занимаешься и кто твои тренеры? Ну, мы изначально с братом посмотрели фильм «Брюсли». И он сказал то, что я в очкики не найду карате и не смогу пойти туда. Но мы поспорили. Я пошла сначала к одному тренеру. Мне не понравилось. И потом я перешла к другому тренеру. Ну, вот чем тебе нравится карате? Не знаю. Просто красивый вид спорта. Расскажите, сколько лет ты занимаешься? Я занимаюсь с пяти лет. И до сих пор продолжаю заниматься. Первым тренером была Джатойла Диана. Я у нее занималась примерно пять-шесть лет. Потом перешла к ее тренеру. У него я занималась, у Зульфигара я занималась один год. Перешла обратно к Диане. И потом перешла к Тибуеву Хамиду. Главному тренеру по качер, карате. И с момента, когда я перешла к Диане, я со мной еще занимался еще один тренер по другому виду карате. До сих пор он со мной занимается. Шуров Эрстен, он стал Руковского края. Ты сейчас куда готовишься? На какие соревнования? Я готовлюсь в Ростов на всероссийские соревнования. Скажи, пожалуйста, одноклассники тебя боятся? Нет. Мы с ними очень дружим и контактим очень часто. Как вообще день твой складывается? Сначала я умываюсь, иду в школу. После школы я иду на репетицию. С репетиции немножко раньше отпрашиваюсь и иду на тренировку. Как часто ты тренируешься? Каждый день. Каждый день тренируешься? У нас проходят тренировки каждый день. Бывает по праздникам у меня немного. Какая у тебя диета? У меня нет диеты. У меня любой рацион. Как ты учишься в школе? Нормально, я думаю, на четверки и пятерки. А на будущее есть какие-то планы в выборе профессии? Или пока занимаешься спортом? Нет, еще не определилась. Будешь спортом заниматься также? Да, я планирую еще сдать на черный пояс, получать КМС и дальше еще немного позаниматься после этого. Я тебя благодарю за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю тебе новых побед. Я думаю, что у тебя все получится. Спасибо тебе. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова